Девушки отдыхают 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 Традиционно сильна. Впрочем, судите сами. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Несмотря на достаточно спорную идею совмещения в рамках одного проекта несовместимых, казалось бы, дисциплин, игра выглядит куда логичнее предшественниц. В конце концов, гонки этой серии всегда страдали избыточностью, и только один раз это сыграло им на руку. Речь об эталоне Колин Макрэй Ралли 2. Поэтому, лишившись весьма среднего симулятора, в лице Race Driver Grid мы получили отличную аркаду, отказываться от которой было бы непростительным расточительством. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Race Driver Grid – игра достаточно актуальная. Нас уже давно не валовали новинками в жанре шоу-гонок. Серия Need for Speed окончательно сдулась, а остальные конкуренты не дотягивают по качеству исполнения. В такой ситуации Race Driver вполне способен занять высокие места в чартах. Окончательный вердикт ей выставят геймеры. А сейчас мы ответим на ваши вопросы и дадим советы по игре Race Driver Grid. Первый вопрос. Как устроен игровой мир Grid? Отвечаем. Все гоночные этапы четко разделены по трём мировым регионам. Северная Америка, Европа и Япония. Каждый из них отличается не только различным набором трасс и чемпионатов, но и гоночной культурой в целом. В США главной ареной служат городские улицы, по которым вы гоняете на неповоротливых мускул-карах. Городская тема получает логичное развитие и на территории Европы, где вам удается порычать моторами на улицах и площадях итальянского Милана. И в итоге ваши автоприключения заведут вас в Японию, которая традиционно считается столицей дрифтинга. Здесь тоже более-менее всё стандартное. Неоновые огни, ночные трассы и расточенные до тысячи лошадей азиатские легковушки. Следующий вопрос. А есть ли в игре 24-часовой Лиманс? Отвечаем. Официального чемпионата в Рейс-Драйвер, как мы уже говорили ранее, нет. Но присутствует некое подобие знаменитого европейского заезда. Вам, конечно же, не придётся проводить 24 часа за компьютером, чтобы его пройти. Хватит минут 40, однако все атрибуты этой гонки в игре сохранены. Гайджин Интертеймент определённо вошли в струю со своим проектом Адреналин. Сегодня мы расскажем об очередном стендалон-дополнении к этой игре. А именно об анархии. Отличительной особенностью аддона является возможность отправить своего железного коня в свободный полёт. Да-да, вы не ослышались. Впрочем, смотрите и сами всё увидите. Сюжет игры прост. Жизнерадостный соровий-голова по имени Макс приезжает на соревнования стрит-рейсеров в Москву и умудряется по уши застрять в неприятностях. Его подругу похищают таинственные типы, промышляющие не только киднеппингом, но и ограблениями складов с жутко секретными ракетными двигателями. В общем, всё как в оригинале. Из заметных добавлений стоит отметить разве что 4 новых автомобиля до несколько новых локаций. И, конечно же, самой интересной новинкой анархии стал экстравагантный режим крылья. В нём внешний облик машин не меняется, зато гравитация действует весьма избирательно. Если врубить ускорение, автомобиль отрывается от земли и взмывает чистое московское небо, а гоняя за противником в Deathmatch использовать самонаводящиеся ракеты. Только едва ли у многих хватит терпения настолько хорошо освоить лётную модель. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 3 ГБ на винчестере. Итак, заострим внимание на мультиплеере. Продравшись через несколько досадных глюков, мы попадаем в коллективный режим. Количество настройок поражает воображение. Можно легко поменять погодные условия, время суток и даже настройки пресловутой физической модели. Немало и режимов. Здесь и банальные кольцевые заезды, и обыкновенные или командные Deathmatch, и спринт по контрольным точкам, где побеждает игрок, первым посетивший все отмеченные на карте пункты. В соревнованиях принимает участие до 16 человек. Хотя собрать такую араву на полупустом сервере у вас навряд ли получится. На этот случай есть боты. Виртуальные соперники достаточно проворны и агрессивны. Но тоже плохо ладят с капризным управлением, поэтому борьба идёт на равных. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Что касается графики, то особенно эффектно выглядят авиапрогулки над тропиками. Авторы пошли навстречу любителям экзотики и разрешили вырваться за пределы опостылевшей Москвы. Кроме райских пляжей, геймеров ждёт целый авианосец, переделанный в площадку для автомобильных войн. Правда, баталии с участием 12 противников неожиданно приводят к резкому падению частоты кадров, что при такой картинке равносильно личному оскорблению. Наша оценка графического оформления – 4 балла. Со звуком у игры полный порядок. Звенит игра, хочет игра на твёрдую пятёрку. Аддон Адреналин 2 Анархия – вещь двуликая. Если вы в своё время с удовольствием прошли оригинальную игру и жаждете продолжения, то вас ждёт маленький шок – однопользовательский режим за прошедший год практически не изменился. Зато поклонники мультиплеера будут приятно удивлены. И, конечно же, отрадны видеть, что российский игрострой, пусть пока что на уровне эксплуатации старых идей, но всё же выдаёт качественный продукт. Наша общая оценка игры – 5 баллов. Итак, перед нами добротный бонус для фанатов серии «Адреналин». Если вам пришлись по душе красочные покатушки по ночной Москве, и вы решились посмотреть на всё это великолепие с высоты птичьего полёта, «Адреналин 2 Анархия» определённо для вас. Единственное, что портит впечатление – игра слишком короткая. А сейчас пришло время для ваших вопросов и наших ответов по игре «Адреналин 2 Анархия». Первый вопрос. Как пополнить количество адреналина? Отвечаем. Адреналин – универсальный ресурс, необходимый как для ускорения, так и для использования различных устройств. Его запасы пополняются после зрелищных аварий, переворотов в воздухе и красивых заносов, в которые автомобиль срывается практически без участия водителя. Так называемые адреналиновые девайсы окончательно рвут полотной реальности. Один заставляет болид комично подпрыгивать, другой переворачивает соперников, третий устраняет повреждения прямо на ходу. Цирк, да и только. Следующий вопрос. Остались ли в Анархии локации из прошлых версий «Адреналина»? Отвечаем. Да, конечно. Как и раньше, вы можете рассекать по районам ВДНХ, Останкино, Крылатское и многим другим. И как уже упоминалось, появились новые локации в тропиках и на авианосце, плюс специально сделанные карты для сетевых заездов. Смотрите далее. «Кингс Баунти» – легенда о рыцаре. Стремительный ураган или даже смерч, которому по силам смешать и разметать по круге все ваши планы на ближайшие две недели. RTL Racing Team Manager – редкий экземпляр, слабая графика и низкая детализация, за которыми скрывается реалистичный и в меру сложный симулятор «Формула-1». «Кингс Баунти» Смотрите далее. RTL Racing Team Manager – редкий экземпляр, слабая графика и низкая детализация, за которыми скрывается реалистичный и в меру сложный симулятор «Формула-1». Кингс Баунти – легенда о рыцаре. Стремительный ураган или даже смерч, которому по силам смешать и разметать по круге все ваши планы на ближайшие две недели. Рыцарь. Наверняка многие из вас за свою геймерскую жизнь уже успели побывать владельцами футбольных клубов, управляющими баскетбольных или хоккейных команд. Таким послужным списком никого не удивишь. Но теперь вы можете занять место менеджера гоночной команды, да к тому же самого престижного класса – класса «Формулы-1». Игра RTL Racing Team Manager относится к одному из самых редких видов спортивных менеджеров. В ней вам предстоит возглавить команду «Формулы-1». Дело это непростое. Нужно заключить контракты со спонсорами, подобрать хороших пилотов, инженеров и лично проконтролировать закупку каждой детали для ваших болидов. Но за руль игрока тут никто не пустит. За выступлениями своей команды вы будете наблюдать с трибун. На лицензиях разработчики решили сэкономить. Так название команды «Феррари» умело замаскировано под псевдонимом «Ред Хорс» или «Красная лошадь». Реальных гонщиков или фирм-спонсоров вы здесь так и не встретите. В гонках может участвовать две машины. Для каждой нужно приобрести двигатель, коробку передач, тормозную систему, подвеску и аэродинамический обвес. Кроме того, вы можете сами нанимать конструкторов, строить исследовательские центры и разрабатывать новые детали. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске RTL Racing Team Manager займет 900 МБ. Игровой процесс придется по душе всем любителям хороших бизнес-стратегий. Даже если тематика автоспорта вас не интересует, вы все равно с удовольствием отыграете пару сезонов. Игроку здесь предстоит выступать не только в качестве менеджера команды, но и в качестве тренера. Пилоты оказываются в вашем полном распоряжении. Необходимо определять и постоянно корректировать количество тренировочных дней и программу занятий гонщиков. С финансовой стороны, вашей задачей станет поиск спонсоров и заключение выгодных для команды контрактов. Пятерка за геймплей. Внешность RTL Racing Team Manager доверия не внушает. Единственное стоящее развлечение – наблюдать за выступлением своих машин здесь реализовано просто ужасающе. Твойка за внешний вид. Музыка приятная и совершенно не надоедает. В подобных играх это важно. А вот болиды звучат просто ужасно. Тройка за звук. В итоге мы сейчас увидим. Тройка за звук. В итоге мы имеем гадкого утенка. За неказистой внешностью скрыт в меру сложный и интересный игровой процесс. Оно и не удивительно. Бюджет этого менеджера совсем невелик. Тройку получает сегодня игра RTL Racing Team Manager. РТЛ Racing Team Manager игра уникальная и очень редкая. Но, к сожалению, именно такие проекты чаще всего и страдают из-за нехватки средств. Отсюда и слабая графика, и отсутствие лицензий. Но, несмотря на эти недостатки, игра все же нашла своих фанатов. На их вопросы мы ответим прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вопрос. А как поднять моральный настрой команды и пилотов? Отвечаем. Прежде всего, победами. Второй вариант. Строить специальные здания. Если не поможет это, можно раздать премии. Старайтесь не загружать пилотов однообразными занятиями. Прокачивать лучше все параметры одновременно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кингс Баунти и легенда о рыцаре. Это наше отечественное продолжение замечательной тактики Кингс Баунти. Любопытно, что в первую очередь это приключенческая игра, а лишь потом стратегическая. Здесь есть увлекательный сюжет, потрясающий красивый мир, множество любопытных квестов и заданий. Но одновременно со всем этим главный герой собирает армию и выступает с ней в красочных и очень продуманных пошаговых боях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запылившийся, но не забытый оригинал от New World Computing вышел в смутном 1990 году и заложил основу жанра, которые впоследствии были перенесены в Heroes of Might and Magic. Вслед за Кингс Баунти появилось множество подражателей и клонов. В марте 2007 года были приобретены права на использование торговой марки Кингс Баунти. По случайному стечению обстоятельств, именно в это время разработчики из каталоги Interactive, создатели космических рейнджеров, вовсю работали над проектом под рабочим названием «Легенда о рыцаре». Ей мигом и дали более удачный бренд. Кингс Баунти – легенда о рыцаре. Игра поступила в продажу 25 апреля 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ видео, а также 6 ГБ на жестком диске. Оговоримся сразу. Кингс Баунти – легенда о рыцаре, похожа на Heroes of Might and Magic лишь отчасти. Здесь не нужно захватывать трудники, налаживать экономику и вообще мыслить масштабно. Всё необходимое для ратных подвигов выдаётся за выполнение заданий или валяется под ногами у монстров. Кингс Баунти – игра скорее ролевая, с блужданиями от одного персонажа к другому и длиннющими диалогами, в то время как герои ближе к суховатой стратегии. Сюжет не изобилует сюрпризами и неожиданными развязками. Передвижение по карте происходит полностью в реальном времени. Магическая система игры довольно проста. Тактические бои вряд ли кому-то покажутся оригинальными, но секрет интереса игры кроется в очень грамотном построении. На каждом этапе, будь то первые шаги по королевству, середина истории или заключительные квесты, мы обязательно находим для себя что-то новое. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Восторгаться визуальным великолепием легенды можно часами и даже сутками. Движок не пытается забить экшен модными и сверхсовременными технологиями, но берёт гармоничностью и качеством проработки. Окружающий мир дышит, светится и кажется живёт совсем без нашего участия. 5 баллов за внешний вид. Достойная музыка и спецэффекты создают волшебное настроение. Элифийская тема с кристально чистым женским вокалом так и вовсе подхватывает без предупреждения и уносит в одну сторону монитора. Кстати, все композиции в открытом виде лежат в папке с игрой. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Легенда о рыцаре – это стремительный ураган. Или даже смерч, которому по силам смешать и разметать по округе все ваши планы на ближайшие две недели. Яркая и в то же время искренняя игра умело балансирует на грани эпика и комедии. Беззаботного приключения и ортодоксальной головоломки для самых сообразительных. Наша общая оценка игры – 5 баллов. В принципе, игрушка получилась неплохой. Несмотря на то, что я больше приверженец серии игр Heroes of Might and Magic, игровой процесс «Легенда о рыцаре» затягивает стабильно на несколько часов в день. Поэтому, даже если вы не следили за этой игрой до ее выхода, обязательно обратите на нее внимание. А мы поможем вам с прохождением и ответим на вопросы по игре. Первый вопрос. Что надо сделать в тренировочном режиме? Там, по-моему, надо найти доспех. Это в третьей миссии. А где его взять? Отвечаем. Когда пробегаешь рядом с местом, где что-то зарытое, появляется столб света. В этом месте нужно копать, используя иконку лопаты около карты. Следующий вопрос. А можно ли поиграть в эту игру по сети? Отвечаем. Пока что нет. Скоро появится очередной патч, исправляющий это досадное недоразумение. Следующий вопрос. Во время боя происходит смена раундов. А на что они влияют? Отвечаем. Раунды влияют на действия заклинаний и навыков. Например, заклинание может действовать только два раунда. Следующий вопрос. У меня проблема. Бегаю по карте, валю противника. И тут у меня не остается ни денег, ни войск. Может есть что-нибудь для того, чтобы денег больше было или войско не дохло? Отвечаем. В этом и есть основа игры, чтобы беречь свои войска. Прежде чем атаковать, нужно все обдумать. А если что-то не получается, попробуйте играть на самом легком уровне или в первую очередь выполнять квесты, а потом уже бегать по миру просто так. Рады были помочь вам в прохождении последних игровых новинок. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фах. До свидания. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!